И к вторичным повреждающим факторам относятся эндокринные нарушения, чаще всего это сахарный диабет, гиперплазия или нарушение функции щитовидной железы, ожирение и атеросклероз. А также, что повреждает клетки печени, это радиоактивное поражение, как ионизирующим излучением, что у нас было непосредственно в Чернобыле, так и радиационным загрязнением, что имеем мы. То есть ионизирующего излучения у нас нет, оно было только тогда, когда стукнул, когда бахнул Чернобыль, но загрязненные почвы, воды, продукты соответственно и так далее, это мы имеем в малых дозах, но постоянно. Ну и также механическая травма, то есть это касается спортсменов, ну и любителей подраться, то есть на это тоже стоит обратить внимание. Итак, давайте чуть-чуть подробнее разберемся в том, каким же образом участвует печень в углеводном, жировом и белковом обмене, потому что я считаю это самое-самое важное. Может быть мы не все сейчас подробно очень разберем, но самые важные вещи вы должны знать. Потому что, ну сказали, участвуют в углеводном обмене, это так, в одно ухо влетело, в другое вылетело, потому что непонятно, чего печень такое делает. Сейчас давайте будем проверять, у кого углеводный обмен в печени нормальный, у кого нет. Что же делает печень в плане правильного усвоения углеводов? Печень способствует синтезу гликогена. Что такое гликоген? Гликоген это такой субстрат, такой белок, который связывает избыток глюкозы и депонирует ее в печени. То есть уровень глюкозы в крови должен быть какой-то постоянный. Ну медики знают 3,3-5,5 ммл. Этот уровень должен поддерживаться в крови ежечасно, ежедневно, еженожно. Независимо от того, человек кушает, не кушает, спит он, работает и так далее. Если уровень глюкозы снижается, наверное, очень многие чувствовали и испытывали на себе это состояние. Во-первых, начинает ужасно хотеться кушать, возникает слабость, начинают дрожать руки. Вот хочется чего-нибудь съесть, а лучше чего-нибудь сладенького. Причем, вот если не съел, то сейчас умру. Вот такое состояние. Думать не могу, ничего делать не могу, надо съесть чего-нибудь, съел или съела, фух, хорошо, полегчало. Это чаще бывает у женщин, хотя и у мужчин тоже. Девочки, вот у меня, которые приходят на прием, многие говорят, да, я вот ночью встаю, если дома нет шоколадки, я иду в ночной киоск, я покупаю шоколадку, я ее съедаю, мне становится легче. Одна девочка пришла ко мне на прием, вот явно у нее был вот этот синдром нарушения толерантности к глюкозе, она говорит, у меня конфеты везде, в бардачке в машине, в сумочке, в кошелечке, в офисе в столе, дома в столе. Ну, в общем, везде говорит по конфетке, потому что, говорит, когда у меня начинает кружиться голова, мне делается плохо, я съедаю конфеты, у меня хорошо. Если я ее не съем, ну, я не могу работать, я не могу сосредоточиться, я не могу там учиться, я не могу машину везти и так далее. Ситуация знакомая очень и очень многим, в той или иной степени. То есть у кого-то сильнее, у кого-то слабее. И многие говорят, ну, что вы хотите, ну, вот слабый пол, да, вот сладкое мы так любим. Мужчины тоже самое говорят, ну, у нас должны же быть какие-то слабости, вот ничего не употребляем плохого, так мы вот тортики кушаем килограммами. На самом деле, на самом деле, это совсем штука не безобидная. Почему так получается? Почему так получается? Человек, когда съедает что-то сладкое, съедает глюкозу, он ее всегда съедает больше, чем ее надо в данный момент. Ну, естественно, да? То, что необходимо сейчас, идет в кровь на энергетические нужды, потому что глюкоза нам нужна для того, чтобы в нашем организме была энергия. А тот избыток, который прямо сейчас не нужен, он поступает в печень и в виде гликогена там депонируется, то есть он там сидит и потихонечку выделяется из печени в кровь для того, чтобы уровень глюкозы в крови был вот этот 3,3-5,5, да? И даже если человек съел какие-то сложные углеводы, кашу, например, да, или там хлеб отрубную, то из вот этих сложных углеводов образовался гликоген, и замечательный он потом в виде глюкозы потихонечку выделяется в кровь. Если углеводный обмен в печени нарушен и гликоген не вырабатывается, что мы имеем? Сначала пошел избыток глюкозы, то есть мы что-то съели больше всегда, да, чем нужно, ничто не понизило уровень глюкозы в крови. То есть вместо того, чтобы 5,5 была норма, там получилось 10-12, например. Потом то, что использовалось на энергетические нужды, использовалось, остальное просто вывелось из организма через почки. При этом нагрузив почки, естественно, глюкозной нагрузкой, вот, ну и частично вывелось через кишечник. И все, и через какое-то время мы имеем что? Резкое снижение уровня глюкозы в крови. Начинают дрожать руки, начинают хотеться сладкого. И, наверное, кто испытывал такие симптомы, очень четко замечали, чем больше сладкого съел, тем быстрее, потом такая ситуация возникнет снова. То есть, если мы съели 5 конфет, то через 2 часа надо съесть еще 5 конфет, потому что плохо будет. И вот это вот такой вот замкнутый круг. Разорвать его может только нормализация углеводного обмена в печени. Многие говорят, ну и ради Бога, и буду конфеты с собой носить. Чего там, собственно говоря, переживать. Но на самом деле опасность в чем заключается? В том, что вот эти вот скачки уровня глюкозы, это вообще самое страшное для нашего организма. Даже если человек живет с преддиабетом, и у него постоянно чуть повышенный уровень глюкозы, но он постоянный, это не так страшно, как вот эти вот скачки. То 2, то 8, то 2, то 8. Потому что вот эти скачки уровня глюкозы, ну словно молоток по сосудам, изнутри вот так вот лепят. И любые скачки уровня глюкозы повреждают сосудистую стенку. Вот об этом нужно помнить. Если это продолжается месяц, год, два, три, что можно сказать об этих сосудах? Будут они нормально реагировать на изменения какой-то окружающей среды? Аж никак. То есть, как правило, люди, которые страдают вот такой вот нарушенной толерантностью глюкозы, глюкозе, они страдают вегетососудистой дистонии, у них постоянно скачет давление, если это очень молодой возраст, давление, как правило, падает, потом чуть старше человек становится, давление повышается. Человек не может адекватно реагировать на физическую нагрузку, он перестает быть выносливым, у него повышается, что очень важно, уровень холестерина в крови, и это дорожка к атеросклерозу со всеми вытекающими последствиями. Со всеми вытекающими последствиями. И, соответственно, это дорожка к преддиабету и к диабету в дальнейшем. Понятно? Да, поэтому, если мы имеем вот такую вот проблему, то обязательно поправлять углеводный обмен в печени мы должны. Вот эта вот ситуация называется гипотогенная гипогликемия. Врачи об этом знают. Врачи об этом знают. Но мы должны знать об этом тоже все, потому что, честно говоря, чуть ли не половина людей, которые приходят ко мне на прием, есть такой замечательный анализ, очень простенький, он делается в любой лаборатории, в любой районной поликлинике. Это глюкоза в крови с нагрузкой. И сразу становится все ясно, есть ли вот это нарушение или нет. Как называется? Глюкоза в крови с нагрузкой. Как он проводится? Обычно вначале полится натощак пальчик, проверяется уровень глюкозы, дается выпить 40 грамм глюкозы с водичкой, то есть очень сладкий чай или сладкую воду. Через полчаса, через полчаса, через полчаса делается еще по одному анализу. То есть, итого, 4 анализа. Затем вычерчивается кривая, и специалист уже смотрится, что и как. По вот такому простенькому анализу можно заподозрить вот такое нарушение и достаточно быстро его исправить. Потому что, чем дольше человек живет с тем, что печень не умеет вырабатывать гликоген, тем тяжелее научиться будет потом, и тем ближе диабет к данному человеку. А мы, наверное, все знаем, что диабет – это проблема Америки, тяжелейшая. И проблема уже Европы. У нас тоже это не так, чтобы, ну, скажем так, замалчивали эту проблему. Людей с диабетом становится все больше и больше. В Америке к этому, с одной стороны, хорошо относятся, что диабетики – это такие же люди, как мы, но с другой стороны, ну, что вы хотите. Диабет растет. А о том, чтобы как-то профилактировать реально, об этом речи вот как-то особо не идет. Кроме нутрициологов, фитотерапевтов, официальная медицина почему-то вот активно профилактикой не занимается. Ну, правильно, потому что легче продавать инсулин, правда, и говорить, что так и надо. Вот. Но я считаю, что такие перспективы для нас совершенно ни к чему. И второй аспект, который нарушается при нарушенном углеводном обмене – это снижается дезинтоксикационная функция печени. Почему? Когда снижается выработка гликогена, я тоже далеко, глубоко не буду в биохимию лезть, это сложно, но вы просто запомните, снижается выработка так называемой глюкуроновой кислоты. Кто слушал лекцию по аминокислотам, тот знает, что глюкуроновая кислота – это та аминокислота, которая обезвеживает все яды, которые попадают в наш организм. Вот такая у нее работа. Это алкоголь, это никотин, это последствия неправильного питания, промышленных ядов и так далее. То есть это аминокислота, которая помогает печени вот сама по себе справляться с ядами в нашем организме. Если мало гликогена, то и глюкуроновой кислоты вырабатывается, соответственно, тоже мало. И наша печень остается незащищенной против тех ядов, которые, естественно, мы захватываем ежедневно и ежечасно.